Всем привет! Сегодня у нас 14 мая 2020 года. Были сильные ветра, закрыты магазины. Планировал с ранней весны поставить опору на яблоню. Яблони были посажены осенью. Ветра сильные были, телепало их так, что реально думал, что их поломает. Вот он, гляньте. Данные саженцы на подвой М9, они нуждаются в опоре. То есть у меня поставлены бетонные столбы трехметровые, натянута две проволоки вверху и внизу. На нижнюю проволоку я поставил капельный полив, потому что на земле, когда он лежит, реально неудобно косить под деревьями. Тримером постоянно лупишь по капельницам, избиваешь их. Сегодня открылись в магазине, слава богу, купил брусков. Кстати, где я не тут сейчас покажу. Вот брус 20 на 40. Нормально стоит. У меня по 5 лет уже данные бруски стоят. В принципе, особых претензий к нему нет. Единственное плохо, что нельзя выбрать в магазине без сучков. То есть продают упаковкой по 30 штук их и есть попадаются с сучками. А где сучок, может ломаться. У меня пару таких опор поломалось. Но он намного дешевле, такая опора, чем бамбук. У меня стоит и бамбук. Больше 7 лет. Тоже претензий к нему нет. Один минус. Цена. Цена такая кусается. То есть решил посмотреть, почем он сейчас. Думал заказать его. Потому что были закрыты магазины именно по брусу. Посмотрел. 44 гривны трехметровая палка. Блин, ну кусается. Данный брус мне обошелся. Один из гривен. Трехметровая палка. Ну вот сейчас устанавливаю по чуть-чуть. Буду подвязывать кембриком наши яблоньки. Чтобы их не телепало. Чтобы они были подвязаны с урожаем. Чтобы они не упали. М9 подвой требует обязательной опоры. Вот так вот. Тут вот еще не ставил. Сейчас буду ставить. Сейчас покажу, как сохранились пятилетние вот такие дрючки у меня. И бамбук. Так. Вот у меня есть поставленный брус 40 на 20. Он уже стоит 5 лет. Претензий к нему в принципе нет. Нормально выполняет свою работу. Вот данное дерево подвязано кембриком. К этому брусу. Единственный минус. Мне не нравится, что у него острые углы. И иногда травмируют ветки. То есть это конечно минус. Чтоб он гнил сильно, не гниет. Деревья обрабатываются фунгицидами. Осенью, весной обрабатываются железным купоросом, медным купоросом. То есть они стоят нормальные. Просто цвет поменяли и все. И вот. Ага, это тоже брусок. Тут где-то должен быть бамбук. Вот бамбук. Давайте подойдем там, где более обзор. Вот. Вот бамбуковая опора. Вот как. Тоже она цвет поменяла. Есть трещины на нем. Сейчас поверну. Вот потрескался он. Вот как 7 лет назад я его поставил. Ну в принципе он выполняет свою функцию. Я думаю, что он еще лет 5 должен спокойно простоять. Может быть и дольше. Просто потресканный. А так он такой, что хрен его сломаешь. Ну, блин, цена у него, конечно, веселая. На данный момент он кусается сильно. Вот видно тоже потрескался бамбук. А доска нет. Доска стоит, не трескается. Короче, можно не заморачиваться с бамбуков. С бамбуком для любительского сада. Можно просто купить вот такие эти. Бруски. Трехметровые. 20 на 40. Поставить. Подвязать к проволоке. И к нему уже подвязывать дерево. И в принципе оно выполняет ту же самую функцию. Только дешевле. Раза в три. Вот так вот. Так, сейчас пойдем подвязывать яблоньки. Кембриком. Вот кембрик я куплял. Это 3-х миллиметровый. Уже не было в наличии 4 миллиметра. Раньше я пользовался 4-х миллиметровым. Ну, сейчас попробуем и им. Очень хороший материал для подвязки деревьев. Он их не обжимает. Он тянется. То есть нету перетяжек на деревьях. Хорошая. Устойчив к ультрафиолету. Короче, и не сильно дорогой. Эта бобина обошлась там 100 с чем-то гривен. Или 120, уже не помню. Короче говоря. Сейчас будем подвязывать молодые яблоньки к опоре деревянной. Чтобы их не валяло ветром. Так, установил я опору. Подвязал молодые яблоньки. Хочу напомнить тех, кто покупает яблонь на М9 подвое. Должны знать, что этот подвой карликовый нуждается обязательно в капельном поливе. Это раз. Это основное правило. Плюс опора. Или кол должен быть. Или должны быть какие-то бетонные столбы. Или трубы забетонированные. Или закреплены якорями. Натянута проволока. Вот как у меня. И должна стоять обязательно опора. Та опора, которая держит непосредственно наш саженец. Потому что у карликового подвоя М9 и ему подобных корневая система залягает 50-70 см вниз в землю. И она идет мочковатая, как волосня. Она реально не держит ствол дерева. Если дерево с урожаем, пошел дождь, сильный ветер. Просто навсего один раз вы приедете. И ваш сад на карликовом подвое без опоры будет отдыхать на земле. Или поломан. Или просто будет лежать. То есть я видел такие сады на М9 подвое. Тоже любительские, без опоры. Это конечно печаль. Смотришь, они такие стоят. Под полукоса. Некоторые лежат, некоторые сломанные. То есть, ну, не забывайте о том, что карликовые посадки должны быть с капельным поливом и опорой. Это обязательно условие. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Вот, подвязывал яблоню. Теперь она не шатается. Она прочно держится на опоре. Теперь не страшны им ветра и дожди. Можно грузить теперь в следующем году эти саженцы урожаем. Ну, уже и в этом году я смотрю, есть кое-где новые сорта яблочки. Это у нас Gold Chief сорт. Короче говоря, вот так вот. Всем спасибо за внимание. Всем пока.